Новый день встречаем вместе с программой Утренний Фрэш. Меня зовут Анна Корольчук и сегодня я расскажу о культурных событиях Гомеля, а также познакомлю с другими интересными фактами. Сегодня на территории Гомельской области прогнозируется сплошная облачность. Возможен дождь. Днем воздух прогреется до 8 градусов. Ветер юго-восточного направления скоростью до 5 метров в секунду. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Продолжение темы. Гомельский дворцово-парковый ансамбль представит еще одну выставку. Она называется «Из недр земных и временных Гомельщина в археологических артефактах». В экспозиции результаты полевых исследований, которые проводили в последние годы на территории региона. Гости музея увидят находки каменного и бронзового веков, раннего железного века, раннеславянского и древнерусского периодов. Также это предметы эпохи Великого княжества Литовского и Речи Посполитой. Выставка уникальна тем, что впервые в музейной практике в одном месте соединят сразу несколько результатов исследований. В данном случае речь идет о десяти исследователях, семнадцати памятниках разного времени и около пяти сотен экспонатов. Увидеть их можно будет до 15 марта. Открытие выставки сегодня в 14.00. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Познакомиться с советскими елочными украшениями и открытками можно в картинной галерее Гавриила Ващенко. У каждой из игрушек на выставке своя уникальная история. В те времена елочные украшения, как правило, создавались вручную, поэтому даже одинаковые фигурки отличались друг от друга. В семьях игрушки передавались из поколения в поколение, а в некоторых домах они сохранились до сих пор. Своими сюжетами, героями и пожеланиями удивят также новогодние открытки прошлого века. Выставка будет открыта до конца января и вряд ли кого-то оставит равнодушным. Музей истории города Гомеля продолжает работу выставка фотографий «Белорусские прохожуни». На ней фотокартины Альфреда Микуса. В своих работах он отражает образы белорусских женщин через календарь народных обрядов. Все фотографии, которые сейчас могут увидеть гомельчане, автор сделал в разных уголках Беларуси. Он работал и в деревнях, и в небольших городах, и во время народных праздников и обрядов. Все женщины на снимках автора – не только усердные хозяйки и заботливые жены и матери. Они также исполнительницы многих обрядов, хранительницы духовных ценностей народа. Картина галереи Гавриила Ващенко продолжает знакомить гомельчан с проектом «Париж-Париж». Он посвящен одному из самых незаурядных представителей творческой элиты столицы Франции конца XIX века – художнику Анри де Тулуз Латреку. На выставке более 50 литографий из частных европейских коллекций. Это афиши легендарных парижских заведений, зарисовки из повседневной уличной жизни, эпизоды цирковой серии и не только. Познакомиться с ними можно до 12 января. К следующим новостям. Новогодняя служба Деда Мороза и Снегурочки продолжает подготовку к любимому празднику. Зимний волшебник, который живет в национальном парке Припятский, наградит победителя конкурса на лучшее письмо себе. Участникам нужно рассказать о своем самом заветном желании. К информации можно приложить рисунки и фото. Несмотря на то, что мгновенного исполнения желаний любимые герои не обещают, авторы наиболее интересных и оригинальных посланий будут отмечены. 10 лучших писем Дед Мороз отберет лично. На них он напишет ответные письма, которые пришлют до 31 декабря. А победителю достанется главный приз – медаль с символом национального парка. Письма от участников принимают до 25 декабря, поэтому желающим следует поторопиться. Завтра в областном центре пройдет музыкальный фестиваль «Новогодние чудеса». На сцене городского центра культуры артисты представят яркую программу со сказочными героями, ростовыми куклами и, конечно, песнями и танцами. Не обойдется и без Деда Мороза и Снегурочки. Частью мероприятия станет спектакль-мюзикл и дискотека. Среди участников программы – актеры Гомельского театра «Кукол», танцевальные коллективы областного центра. Приедут и представители из Минска – актеры современного художественного театра. Фестиваль будет проходить в 11, 14, 17 часов и обещают быть красочным и веселым. В следующем году свет увидит исторический атлас Беларуси. В однотомном издании будет отображен многогранный исторический путь страны от появления на территории первобытного человека до настоящего времени. Ярко выражены цивилизационные подходы, которые сочетаются с эволюцией общества, его историей, этническими процессами и не только. В работе использованы наработки белорусских историков, сотрудников научных, образовательных и архивных учреждений. В атласе также уточнена терминология и хронология событий на картах с учетом новых научных взглядов ученых на процессы, которые происходили на территории Восточной Европы с 9 по начало 11 века. Далее о некоторых предновогодних событиях, которые прилетели из-за океана. По улицам Нью-Йорка прогулялся мистер Рождественская елка. Именно под таким именем известен в социальных сетях уличный артист, который снова порадовал своим видом жителей Нью-Йорка. Уже пять лет подряд в преддверии новогодних праздников мужчина берет отпуск, наряжается в костюм Рождественской елки и путешествует в нем из Мэриленда в Нью-Йорк. Вот такое развлечение себе и на радость людям. А в Канаде накануне зимних праздников создали самый маленький пряничный домик в мире. Размер крохотного творения меньше 1,1 толщины человеческого волоса. Домик невозможно рассмотреть без микроскопа. Он в 20 тысяч раз меньше классических пряничных домиков. Для его создания использовали ионный лучевой микроскоп. С его помощью были сформированы стены и крыша из кремния. У домика есть окна, дымоход, резная дверь. У порога лежит коврик, а фасад украшен изображением елки. Но и это еще не все. Вся конструкция размещена на голове снеговика. Обычный волос рядом с этими объектами выглядит как ствол большого дерева. Автор этой работы надеется пробудить интерес к науке у людей, которые мало знают о современной электронной микроскопии. Семья из штата Джорджия обнаружила на ветке своей рождественской ели живую сову. Мама вместе с детьми готовила ужин. И в какой-то момент 10-летняя дочь отлучилась в комнату, где стоит рождественская ель. И испуганно закричала, когда одно из украшений начало шевелиться. Дело в том, что в семье всегда любили сов. Поэтому при украшении ели использовалось много тематических фигурок. Мама решила, что девочка испугалась одной из них. Но подойдя к еле, она увидела живую сову на одной из веток. Птица залетела через открытое окно и не постеснялась удобно устроиться на ветке. И, в общем-то, не торопилась покидать стены дома. Для того, чтобы отправить сову в привычную среду обитания, пришлось прибегнуть к помощи работников экологического центра. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Программа «Добрый вечер, Гомель» Это разговор на актуальные темы, рассказ о ярких событиях из жизни нашего региона, интересные гости в студии и известные ведущие телерадиокомпании «Гомель». Сегодня вечером смотрите новый выпуск, а также подписывайтесь на наш инстаграм и присоединяйтесь к группе ВКонтакте. Включайте телеканал «Беларусь4» в 20.25. Это прекрасная возможность приятно провести вечер всей семьей у телеэкрана. Звоните в студию, делитесь вашими историями и принимайте участие в наших розыгрышах. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Этот день с вами встречали утренний фреш и я, Анна Карачук. Желаю вам отличного настроения. Кстати, до Нового года осталось совсем немного времени. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА